Библейский портал экзегет.ру представляет Пятая глава книги чисел Перевод российского библейского общества для библейского портала экзегет Первые четыре главы дают такую структуру общества Израиля при его переходе через пустыню после исхода, естественно И пятое начинает давать какие-то предписания относительно жизни этого общества И сначала первое впечатление, что они абсолютно хаотичны То есть вместо того, чтобы дать, допустим, 10 заповедей в исходе это было во второзаконии, будут какие-то упорядоченные законы о разных вещах, которые в жизни встречаются Здесь набор самых разных предписаний обо всем И далеко не самое важное на первом месте Но давайте поймем одну вещь, что числа — это, прежде всего, книга про ритуальную чистоту Вот общество устроено определенным образом, израильское общество И в этом обществе главное, что значимо — это иерархия святости и чистоты Есть священное, в том числе самое священное Его могут касаться руками только священники Есть просто священное, чего могут касаться руками левиты Чем они занимаются у себя там, служа в скине или в шатре встречи, как это называется Есть чистые люди, которые ритуально чисты Они могут касаться обычных вещей Есть те, кто ритуально нечисты Что делает ритуально нечистым? Много разных вещей Вот пятая глава уточняет как раз про эти вещи Господь сказал Моисею «Велися нам Израилевым изгнать из стана всех, у кого проказа или истечения Или кто нечистый за прикосновение к мертвому телу» Вот три категории, которые делают человека ритуально нечистым Кожная заразная болезнь Была ли это обязательно проказа в нашем понимании? Думаю, что нет, но точно мы не знаем Те, у кого истечения, ну то есть какие-то болезненные, нечистые выделения из тела И кто нечистый за прикосновение к мертвому Это тоже оскверняет, естественно, на время Изгоните таких людей, мужчин и женщин Изгоните их за пределы стана То есть их никто не уничтожает Но пока они нечисты, они вне стана Ибо там я обитаю среди сынов Израилевых То есть с Господом эта ритуальная чистота несовместима Сыны Израилевы так и сделали Изгнали таких людей из стана Как повелел Господь Моисею, так сына Израилевы и сделали Но опять-таки, как надо вот внешне все устроить То сыны Израилевы очень хорошо Бога слушаются Господь сказал Моисею Передайся нам Израилевым Если кто-нибудь, мужчина или женщина Согрешив против человека Совершит тем самым преступление против Господа И ляжет на такого человека вина То пусть согрешивший признается в своем проступке И полностью возместит пострадавшему ущерб И еще прибавит к нему одну пятую И отдаст все это пострадавшему То есть 20% это за моральный урон Как сегодня это говорится Если у пострадавшего нет родственника Который мог бы это возмещение получить Имеется в виду, допустим, он умер Трудно сказать, что это про убийство Потому что, видимо, если человек повинен В пролитии крови, то это совершенно другой разговор Но, допустим, это какая-то обида Которая была причинена человеку после этого умершему Так вот, нет родственника, который мог бы это возмещение получить То возмещение пойдет Господу Для священника, наряду с бараном Для искупительного обряда Посредством которого искупается вина согрешившего Баран, то есть то, что приносится в жертву Все подношения сынов Израилевых Все их священные дары принадлежат священникам Каждый из них оставляет себе принесенные ему священные дары Что отдано священнику, то ему и принадлежат Вот источник их дохода Но это имеет в виду конкретно связанное с искуплением вины Вот первая часть, это чисто ритуальная нечистота А здесь уже нечистота ритуальная, но связанная с травственной нечистотой С тем, что кто-то совершил некий серьезный проступок по отношению к ближнему А что, если мы толком не знаем, совершил или нет? Самый частый случай – это подозрение в супружеской измене Причем Ветхий Завет Общества Патриархальный Здесь имеется в виду только измена жены Господь сказал Моисею Передайся нам Израилевым, вот что надо делать, если женщина совершила преступление против мужа Изменила ему, и другой мужчина лег с нее и злил свое семя Но муж этого не видел А она осквернилась скрытно, свидетелей против нее нет Она не попалась И все же муж, объятый духом ревности, ревнует оскверненную жену Или если дух ревности обуял мужа, и он ревнует жену, и на самом деле она не осквернилась То есть мы не знаем, какая из двух ситуаций То ли она изменила ему, то ли нет Но он ревнует, это мы знаем, это очевидно В таких случаях муж должен привезти жену к священнику И принести священнику одну десятую фм ячменной муки в качестве приношения за нее Но это два с небольшим литра Не очень много, но все же ощутимая Муку не следует поливать оливковым маслом или посыпать ладаном Как очевидно делается обычно при хлебных приношениях Потому что это хлебное приношение ревности Это хлебное приношение обличения Оно обличает грех То есть в нем нет такой праздничной составляющей Которая обычно при хлебных приношениях присутствует Что же делать? Мы не знаем, чиста или не чиста А вот Господь разберет Пусть священник привезет эту женщину и поставит ее пред Господом Пусть он нальет в глиняный сосуд священной воды Возьмет немного земли с полоскини и бросит ее в воду Пусть поставит эту женщину пред Господом Распустит ей волосы И даст ей в руки хлебное приношение обличения Хлебное приношение ревности В руках у священника должна быть горькая вода Которая несет проклятие Видимо, вот та самая вода Он должен заклять женщину такими словами Если не ложился с тобой другой мужчина Если ты не изменила мужа и не осквернилась То пусть не повредит тебе эта горькая вода, несущая проклятие Но если ты изменила мужа и осквернилась Если другой мужчина, не твой муж, лежал с тобой И тут священник должен проклясть эту женщину таким проклятием Пусть на твоем примере Господь покажет народу твоему, как исполняются проклятия Пусть он сделает так, что утроба твоя выпадет и чрево опухнет Пусть это несущее проклятие вода пройдет самое твое нутро Заставит твое чрево опухать, а утробу выпасть И женщина вслух должна подтвердить Да будет так, да будет так Дальше еще интересный момент Священник должен записать эти проклятия в свиток Смыть написанное в горькую воду Ну то есть он пишет, очевидно, чернилами Потом водой смывают написанное И вот эта вода несет на себя эти проклятия Чтобы это несущее проклятие вода вошла в ее нутро И принесла с собой болезнь Вот она выпивает воду И, соответственно, проклятие либо действует, либо нет Пусть священник возьмет у женщины Хлебное приношение ревности Вознесет его пред Господом и поднесет к жертвеннику Пусть возьмет горст хлебного приношения Как его знаковую долю и сожжет на жертвеннике То есть часто на жертвеннике сжигается небольшая часть принесенного Остальное остается священником Тот самый случай А женщине пусть даст выпить воду Священник даст женщине выпить эту воду Если она действительно осквернилась, совершив преступление против мужа То это несущее проклятие вода войдет в нее и принесет с собой болезнь Чрево ее опухнет, утроба выпадет И станет она для народа своего примером того, как исполняются проклятия Это еще и публичный такой момент суда А если женщина не осквернилась, если она чиста, то вода не повредит ей И она сможет иметь детей Таков закон о ревности Когда жена изменила мужа и осквернилась Или когда муж обуял дух ревности, он подозревает жену Пусть жену поставят пред Господом, и священник поступит с ней в соответствии с этим законом Муж в этом случае не может быть призван к ответу Жена отвечает за свой грех То есть, грубо говоря, это правило устраняет самосуд мужа Который в ином случае, подозревая жену в неверности, мог, конечно, начать с ней расправляться А вот имеется в виду, что муж вообще никак жену не трогает А передает это все на осмотрение Богу Смотрите, какой длинный текст Он длиннее всего, что у нас, пожалуй, было до сих пор Это что, важнее, чем устройство, например, скини или перенесение ее По объему, если судить Нет, но, наверное, это то, что людей, вот, правда, волнует Вот то, что периодически возникает у них в жизни И тогда, соответственно, у них есть способ этот спор разрешить В шестой главе пойдет речь о еще одном случае Границ, связанных с чистотой и нечистотой, а назарейства Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!